Приветствую вас! Мне бы хотелось начать с того, что следует сперва определить все обстоятельства расставания, понять, что само по себе расставание это всегда травма, это всегда незавершенное действие, потому что, ну вот, если расстались не вы, а расстались с вами, то получается, что человек с вами, по сути дела, все уже завершил, а вы еще нет. И из-за этого, из-за того, что вы не завершили, у вас сейчас посыпут дела в пространстве, идет. И любовь, вы, наверное, считаете, что любите его, вы думаете о нем, хотите быть с ним. Первое, что нужно понять и поменять в своем мышлении, в своем восприятии, это, по сути, отказ от любви. Отказ от понятия любви именно здесь. Ибо, как о таковой, любви речи здесь не идет. И я поясню, почему не идет речи. Дело в том, что люби вы человека по-настоящему, сильно, искренне, вы бы были рады, что он с вами расстался, ведь он, если бы расстался с вами, стал счастливым. Но вы не смогли порадоваться этому, не смогли увидеть в этом плюс для молодого человека. Вы увидели, что это, в первую очередь, вредит вам. И, соответственно, это означает, что это не любовь. Вот это происходит. Это страсть, привязанность, может быть, что-то и ничего, но не любовь. И тогда на первое место выступает уже, соответственно, то, что определяет невозможность вашего отпустить человека. Что это? Потребность, страх, сомнения в себе. Может быть, какие-то ассоциации. Аффективный след от предыдущего опыта. И так далее. И с этим нужно разбираться, что именно заставляет вас держаться до человека хотя бы в своем воображении. А дальше стоит менять привычные модели поведения на другие. На модели поведения немножечко другого рода. На модели поведения направлены на независимость. на независимость с вашей стороны. То есть, сейчас вы зависимы. Сейчас вы нуждаетесь в этом человеке. И нуждаетесь вы в нем, потому что что-то потеряли. С его уходом вы что-то потеряли. С его уходом вы чего-то лишили. И сейчас вы переживаете, по сути, делая невроз. И этот невроз, действительно, может переносить в довольно серьезное состояние. В психиатрическом отделении, может быть, вы и не окажетесь. Но проблемы будут существовать. Очень важно при этом знать, как вы воспринимали человека. Как он воспринимал вас. Какая была линия поведения у него. Какая была линия поведения у вас. Это все, как вам сказали уже мои коллеги. Это все необходимо немного подкорректировать. Чтобы в будущем такого у вас не было. Это работа. Потому что, вполне вероятно, что у вас есть зависимость. Зависимость здесь налицо. И тогда, надо сказать сразу, что зависимость состоит из двух основных моментов. Первый момент, это момент идеализации человека. То есть, приписывание ему тех качеств, которых у него нет. Как правило, связано это с тем, что какие-то качества вы хотите в себе видеть самостоятельно. Но, не имея возможности этими качествами обладать. Вы приписываете эти качества любимому человеку. И тем самым, неосознанно составите себе заслугу то, что вы вот такого человека с такими качествами встретили и вступили с ним в отношения. То здесь идет в некоторой степени вправе с проецированием. Второй момент. Это момент, связанный с тем, что вы считаете, что только с этим человеком вы будете счастливы. Без него вы не счастливы, а с ним вы будете счастливы. И здесь строится еще одна ловушка. Вы не должны быть счастливы с кем-либо. Потому что априори, чтобы строить отношения нормальные и здоровые, вам нужно быть счастливы уже до отношений, до того, как вы вступите в отношения. И если это не так, соответственно, нужно это исправлять. Следующее, о чем мне хотелось бы вам сказать, это то, что вы можете сделать уже сейчас, для того, чтобы вам было легче. Первое, это как можно больше уставать. Просто занимать себя чем угодно, лишь бы только устал. Проблема заключается в том, что молодой человек у вас сейчас занимает место не столько визуально-образную, сколько ассоциативную и привычную. и эта ассоциативно-привычная сторона складывается из типовых моделей поведения, типовых моделей поведения, которые у вас образовались, ну, пока вы были в отношениях. И естественно, на то, чтобы новые модели поведения осваивать, а вам их теперь приходится осваивать, на них сильно это довольно-таки тяжело. И самое главное, это проводиться тревогой. И для того, чтобы легче было осваивать новые модели поведения, в частности, самые необходимые модели поведения, нужно, чтобы это происходило автоматически, с наименьшим, с наименьшим участием ваших посадков. А для этого нужно, чтобы вы уставали. Уставая, вы будете на автоматизме делать то, что вам необходимо, что-то необходимо. И делая то, что необходимо, вы постепенно будете привыкать к новым модельным поведениям, в которых нету молодого человека вашего, значит, которого вы любили. и, соответственно, это поможет вам легче переживать уставание. Также можно сказать о новых впечатлениях, которые вы можете получать. тем больше, тем лучше, что поможет вам, кстати говоря, уставать. И новые впечатления постепенно будут выталкивать из вашего сознания, опять же, то, что у вас есть сейчас. Но это само по себе отдельно без работы по тем направлениям, которые я отозначил, могут привести к негативным последствиям. Могут привести к вытеснению потребностей, к вытеснению желаний, и, соответственно, не помогут вам, а лишь только навредят. Поэтому имейте это в виду, вы можете сделать это для того, чтобы вам немножечко полегчало, но основная работа будет заключаться именно в том, чтобы помочь вам научиться быть независимой, любить себя, грамотно, адекватно оценивать то, когда с вами расстаются, сознавать значение того, что с вами расстаются, и не принимать это на свой счет. То есть, если молодой человек с вами расстался, в этом вашей вины нет. На уровне личности, на уровне женской модели поведения. Так, как человек, вы, может быть, допускали какие-то ошибки, как человек, вы, может быть, совершали какие-то опрометчивые, негативные поступки, это безусловно, но это не означает, что вы, например, когда иногда думают, вы никому не нужны, или вы не привлекательны, или кто-то еще в этом духе. Это все не так. И вот это, по мнению, вам нужно четко не себя понятно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались дополнительные, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Спасибо.